Сегодня мы будем путешествовать по парку Хеллифуд в городе Хинквей. Как и в остальных парках, в начале всегда идет информация о том, как себя вести в парке, правилах поведения, о правилах уборки за своими собаками. Раскусание мероприятий, емкость для отходов собачьих. На протяжении всего парка будет несколько информационных стендов о правилах поведения. Также будут емкости для сбора обычных отходов и для сбора отходов от выгула собак. Значит, какая информация очень интересная есть по этому парку, что здесь есть лепичьи мыши. И как они выглядят, какие бывают виды этих мышей. Как и все парки в Англии, так и в этом городе очень зеленые и кожаные. Все куски подрезаны. И сейчас вот люди на данный момент убирают приборы, убираются. Трава подрезанная, аккуратная. Очень много цветов. Все красиво посажено равномерно. Видно, что люди занимаются этим регулярно. Регулярно стоит только к чему-то не расти, то тут же идет подрезка. Я постараюсь пройти по всем остальным тропинкам этого парка. Но у меня парк, в первую очередь, заинтересовал, что здесь есть дорожки для бега. Ну и достаточно мало людей. Ну, может быть, конечно, потому что сегодня рабочие люди, в основном, сейчас все на работе. Выгуливают собаку очень часто здесь. Бывают с детьми. Это вот маленький кот. Здесь прям жилая. Жилой квартал. Очень тяжело перестраивать мозг с русского на английский. И слова думаются в голове на английском. Поэтому, извините, могу немножко притормаживать. Это подрезаны кусты. И, кроме всего, высокие деревья. Сейчас довольно-таки шумно здесь, потому что проходит подрезка. Работа по подрезке. То есть, куда мы идем. Сейчас мы по периметру пройдемся. А там другой вход, и также дома. А южная часть. Люди здесь отдыхают. Сидят не только на лавочках. И, кстати, очень немного здесь лавочки. Вон еще они со стелеками. Ну, сегодня я заметила, несколько людей сидели на траве. Наверное, вот был обеденный перерыв. И несколько девушек сидели на траве с баночками, с ланчем. Несколько людей просто валялись на траве с собаками. Я тоже немножко позанималась на траве. Полежала. И можно прям упасть в траву, не боясь, что там что-то в ней расколотое. Либо, извините, собачье опорожнение, поскольку люди все забирают. И это не только их культука, но это еще и большие штрафы. То есть люди соблюдают законы здесь. И вот даже, казалось бы, штраф за отходы собачьи. Люди придерживаются. Здесь никто особо не наблюдает. Полиция не ходит. Но люди все равно не нарушают эти правила. Ну и штраф до тысячи фунтов. Я сейчас поднимаюсь в гору. Тут небольшой подъем. Сейчас мы посмотрим, что здесь есть, кроме дорожек, тропинок и зелени. Здесь можно заниматься спортом, не только бегать. Здесь есть теннисный корт, куда бесплатно можно приходить со своим именитарем и играть. Также здесь есть для настольного тенниса стол. Ну и даже не один. Потому что здесь приходишь и играешь. Вот импровизированная сетка. Сейчас мы пойдем дальше по периметру. И там внутри тоже пройдемся. Первое впечатление было, когда я зашла в этот парк, что это где-то парк на юге. Там, скажем, в Сочи или в другом южном городе. Поскольку здесь есть пальмы. Не только цветы, как и в других парках, но и пальмы. Сразу потеплело на душе. И вспомнилось, что скоро лето. Хотя уже чувствуется, что солнышко греет очень хорошо. Это центральный вход в парк. Но это вход не со стоянки, а для обычных пешеходов. То есть прогулочный вход. Там больше для обладателей машин с парковкой. В который мы заходили в начале. Написано, какие виды деревьев посажены. Наверное, растения тот, кто седовод знает. А я вот не знаю, что это за растения и что за деревья, честно говоря. Каждое воскресенье с трех до пяти здесь проходят какие-то музыкальные вечера. Играет живая музыка. И бесплатно приглашаются учителя и гости города. Это сегодня пальма. Это он, собственно, кувырт теннисный. Указатели. Справа, откуда заходит человек, это центр города. И также указано расположение основных достопримечательностей этого парка. Тоже люди пришли поиграть теннис. Кроме теннисного корта здесь есть еще поле. В России таких мест в наших парках я не видела. Там далее есть здание. Но это он суда администрации. Также там на другом конце того здания. Там тоже вход. И на другом конце этого здания туалетные комнаты бесплатные. Теночек. Вот здесь зелень. Можно уединиться в теньке, кому стало жарко. Прямо действительно напоминает. Это какое-то южное место. Южный город. Парк южного города. Также здесь есть информация не только о цветах и летучих мышах. А также есть информация о птицах, которые обитают в этом парке. Но я так думаю, они не только в парке, а вообще в Англии. Описано, что здесь есть скворечники по парку. Если на такой скворечник наткнётесь, то, пожалуйста, не пугайте птиц, чтобы они не боялись этих мест. На самом деле в Англии я заметила, что пение птиц звучит по-другому. Другие птицы есть. Вот слышите сейчас? В России я ни разу не слышала такого пения птиц. Сейчас мы подойдём на место, где проходят музыкальные вечера. Ну, может быть, здесь ещё какие-то мероприятия проходят. И мы сквозь пройдём и вернёмся на это место, которого мы отшили. Путешествуем. Это предположительно сцена. Или сама ни разу не была, не знаю. Стоит, наверное, попробовать сюда прийти в следующие выходные. И посмотреть на музыкальные представления. Ну, живая музыка, как и всегда, приятно. Поэтому стоит попробовать. Предположительно, люди во седнём сидят на поле, поскольку лавочек не так-то много для жителей. Поэтому, наверное, в быстрой сволке здесь приземляются, там сидят с собаками, приземляются здесь с собаками. Люди здесь очень приветствуют спорт. Когда я бегаю по парку, все улыбаются, говорят «Хай». Если, например, с собаками кто-то идёт гулять, то обязательно в сторонку отходят, дают пространство, чтобы разбежаться. Это прожелательные люди. Надо же, как аккуратно подрезают деревья и кусты. Здорово. Здесь уже столько кругов навернуло. Вращаемся к тому месту, с которым мы пришли и повернём другую сторону. Окей. Так что со мной поздоровались. Это вот место, большое пространство, где нужно пересесть и поделать. Собственно, где я приземлялась. Здесь много различных цветов. Похоже на мак. Так жёпко. Не знаю, что эти лунки здесь, а, знаешь, как они образовались? Может, песок берут? Может, человек не преследует? Шутка. Здесь, как вы видите, есть некоторые круги, подрезанные свету. То есть, это подрезанная трава, а тёмное пространство – не подрезанная трава. Ну, она подрезанная, но, наверное, не так коротко. Не знаю, это уже для чего. Может, чтобы удобно было на сильно подрезанной траве лежать. Человечки. Наверно? falковый пирожид. Это даже катая трава, Слышишь? Да, вот выкапывает песок у человека И вот, у нас здесь reckon Какая очень странная композиция из старого металла. Осколки. Это стильный сбор отходов. Подстерлись немножко. Что можно откидывать? Я полагаю это общий не сортирует отход. Здесь газеты. Может я поставлю шночку. А здесь жерстяные банки. Видимо пластиковая бутылка. Это очередной вход-выход в этом парке. И информационный стенд. Ставлю пять из пяти этому парку. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...